Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина и сегодня я хочу показать вам своего красавца, который стоит позади меня. Он решил стать бабочкой, этот фаленоптис. Я сейчас буквально через несколько секунд покажу его. Ну а пока я хочу передать привет нескольким своим подписчицам и зрительницам. Это Диана из Лос-Анджелеса, Клягина Марина из Мичуринска и Закирова Лиана из Нефтекамска. Сегодня им персональные приветы от меня, от моего канала и большое спасибо всем, всем моим зрительницам и зрителям. Всем большое вам спасибо за ваше внимание и за вашу любовь к моему каналу. Это, для тех, кто не в курсе, это новая рубрика на моем канале, передача приветов. Кто будет рад услышать привет от меня, пожалуйста, пишите ваши имена под видео, в комментариях и город, откуда вы. И я с удовольствием передам вам привет. Ну а сейчас давайте поближе посмотрим на эту красоту. Вот он мой красавец, очаровательный фаленопсис. Посмотрите, какой у него лепесточек, у этой бабочки. Здесь вот эти вот защипы, они на ощупь прям. Тут их зрительно не видно, но они все на ощупь, все это нащупывается. И краешки лепестков у него, у всех, на всех цветочках вот такой вот краешек лепестков. Когда я его покупала, я его покупала цветущим, брала его в юге, на нем был буквально один цветочек с намеком на бабочку. Вот один такой цветочек. И, кстати, я его, по-моему, и сфотографировала, потому что он был самый красивенький. А теперь все цветочки такие вот. И он имеет не белый фон, а какой-то с намеком на желтизну, что ли. Но, знаете, это даже и желтизной так не назовешь. Как будто цвет сгущенки, что ли. Вот какой-то такой, ну, только светлее. Какой-то такой у него оттенок, очень красивый, теплый, очень теплый оттенок, матовый. Красивый. Это первое домашнее цветение. Цветонос у него сантиметров 40. И вот первое домашнее цветение, 4 цветочка. Сейчас я вам покажу и розеточку. А вот так цветочки выглядят. Выглядят с тыльной стороны. Вот тут даже вот эти вот места, тут даже они аж прощупываются. Вот эти вот швы по лепесткам. На всех лепесточках имеются эти швы. Ну, чудо. Он у меня пересажен. И сидит в коре. Кора. Здесь кремневит, керамзит. Кора. Кора ашановская. Вот я вижу по виду, что это не использованная кора, а она ашановская. И именно поэтому я сюда подмешала и кремневит, чтобы... И, кстати, вот вижу, еще вижу и перлит. Чтобы субстрат был более влагоемким. И на донышке вот лежит пенопласт. Корешочки она уже наращивает. Это свеженькие корешочки все. Беленькие, красивенькие. Кстати, вот надписано. Она у меня с января. Январь девятнадцатого года. Тут даже растущий корешочек виден. Вот кончик зелененький. Это все. Это уже корешочки все домашние. И после того, как она стала наращивать корешочки, вот здесь вот кончик раскукливается. Вернее, не раскукливается, а собирается продолжить свой рост. Вот прям с иголочной ушко. Размер вот этой зелененькой, свеженькой зелененькой точечки. А когда я ее пересадила, эта орхидеечка, она у меня осталась без тургора, потому что я оставила на ней цветонос, и она у меня очень долго цвела. И этот цветонос, свой предыдущий, она еще доращивала и цвела, и цвела до последнего, до самого последнего. Она стала засушивать цветы только после того, как появился вот этот новый цветонос. То есть, трудяшка страшная. Но, в принципе, тургора уже у листьев хорошие, просто они висят. Я не стала их подвязывать, ничего с ними делать не стала. И сейчас уже вот, видите, они крепенькие, хорошенькие листья. Ну, это нижние листья, их она желтит. А это хорошие зеленые рабочие листья. И вот это вот все старые хорошие листья. Этот листочек, она тоже зажелтит уже. И вот домашний, вернее, не то чтобы домашний, а тот листочек, который уже рос дома, дорастал за эти полгода, он уже смотрит, смотрит вверх. У него все хорошо, он крепенький, зелененький, торчит вверх. И все, все ему замечательно, этому листочку. Потому что он уже с новыми корнями, вернее, от новых корней питается. Вот она моя хорошая. Я думала, думала удалить, отрезать цветоносик ей. А потом что-то, знаете, оставались после пересадки, оставались, ну, в принципе, и во время покупки было всего два, то ли три цветочка. После пересадки еще на цветочек меньше. Цветочек один подвял, и потом она буквально с одним, что ли, цветочком была. Я толком не помню уже. И поэтому я не удаляла цветонос, не удаляла цветочек. В смысле, что, ну, ничего страшного, с одним цветочком она не сильно надрывается. Тем более и корешочки пошла со временем растить. Поэтому я ничего не стала предпринимать. А так, конечно, если бы я удалила бы цветочек, отрезала бы цветонос, не весь, не целиком, конечно, можно не целиком отрезать цветоносик, а вот буквально вот до следующей почечки. Конечно, она, возможно, она быстрее, не возможно, а она быстрее нарастила бы, быстрее стала бы приходить в себя и быстрее стала бы растить корешочки. И, возможно, с тургом у нее было бы намного лучше, намного проще орхидеечки. А так, на цветение они тратят очень много времени. Ну, я, конечно, любуюсь на него, на этот фаленопсис. Любуюсь прям. Любуюсь и любуюсь. Просто чудо. Чудо. Не ожидала я, что это чудо расцветет такими цветулечками. Будет такой нежной бабочкой. Потому что в любом случае это нестандартный вид лепестков для фаленопсиса. Ну, ее можно бесконечно рассматривать. Кстати, еще раз скажу, вдруг кому-нибудь будет это интересно. У Ани Румянцевой сейчас новый канал. Ссылку на него вы найдете под этим видео. Так что, можете перейти по ссылочке, присоединиться к ее новому каналу. Ну, все, наверное, больше не буду вас задерживать. Спасибо вам большое за ваше внимание. Всем, кому передать привет, пишите об этом под видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok